друзья приветствую на канале сегодня в этом видео я хочу рассказать сколько можно заработать в такси в литве вильнюсе по программам болт убор яндекс хочу определить что такое работа в такси работа в офисе и здесь все зависит от вас тут можно заработать от 20 евро в день до 120 если вы работаете вы хорошо зарабатывать если вы часто курить и пьете кофе просто сидите в такайте в интернете тогда соответственно будет минимальный заработок то есть здесь все зависит от вас конечно бывают дни джекпоты это когда заработок 150 170 евро на руки идет как например в одном из видео которое опубликовал когда я ездил в клайпиду когда у меня за день получилось порядка 180 евро заработать но эти дни это скажем исключение из правил их в год может быть 10 максимум 15 дней которые я помню итак давайте вернемся к просчетам в моем понимании идеальная рабочая неделя состоит из 5 с половиной шести дней по 11 часов у меня конечно не всегда получится шесть дней но пять или пять с половиной дней точно получается потому что если работать больше это идет уже перегрузка организма я знаю людей которые работают 7 дней в неделю по 15 часов они приезжие но это идет насилование организма максимально допустимая допустимая норма чтобы не во вред было и было время сходить и в тренажерный зал и выходной день сделать это пять с половиной рабочих дней пять с половиной шесть давайте отталкиваться от шести дней для простоты подсчетов в конце этого разговора я предоставлю скрины рабочей этой недели по болту яндексу юберу для того чтобы было правильное понимание подсчета проведу ликбез валовый доход называется по умному по обычному называют это общая касса в день так вот общая касса в день сейчас составляет после карантина 120 евро в день что сюда входит сюда комиссия убора 25 процентов болта 20 процентов и яндекс 17 то есть в среднем это получается 20 процентов то есть 120 евро в день это еще не прибыль и так зафиксировали 120 евро получается общая касса в день из них мы отдаем комиссию 20 процентов получается мы получаем на руки 100 евро но это тоже не получается прибыль дальше мы идем к затратам по порядку первая основная статья затрат это топливо в среднем у меня идет пробег в день 250 километров учитывая что у меня идет гибрид на газу у меня расход около 6 литров на 100 километров газа то есть в день на газ я трачу около 11 евро но также я трачу на бензин в месяц плюс 40 евро на полный бак и того считаем у нас в месяц 26 дней умножаем на 10 это 260 плюс 26 евро 286 плюс 40 это получается у нас 326 евро в месяц идет на топливо но вы учтите еще такой момент это у меня экономичная машина а есть люди которые ездят на совсем других машинах и вот тут нужно уже просчитывать затраты на топливо то на кой машине вы ездите вторая статья затрат это резина я покупаю резину премиальную но был например гудер мишелин в этом году я брал 40 евро за колесо они почти как но в этом 77 с половиной миллиметров протектор был я взял по 40 евро предпочитаю лучше взять бушную премиальную чем китайскую резину за такие же деньги то есть 160 евро плюс одеть снять 20 евро 180 евро в год получается затрат делим на 12 получается 15 евро в месяц для простоты просчетов третья часть затрат это замена масла и расходников в среднем с работой и самими материалами маслом фильтрами замена у меня обходится в 90 евро раз в три месяца это делаю то есть 90 делим на 3 минус 30 евро в месяц на масло откладываем четвертый пункт это непредвиденные расходы или же предвиденные на мелкие например там замена жидкости покупка антифриза одной баночки там раз в месяц или раз два месяца то есть мелкие затраты например там в прошлом году проходил техосмотр мне нужно было покупать две противотуманки 70 евро то есть такие непредвиденные затраты которые они идут по машине давайте отложим 25 евро в месяц с таким небольшим зазором потому что прошлом году я менял из тупицы это 200 евро обошлось заменами в позапрошлом году батарею ремонтировал 300 евро то есть 25 евро минус в месяц это на какие-то непредвиденные затраты пятый пункт страховка гошка ответственность водителя если он вдруг нанесет кому-то ущерб то есть в случае дтп аварии для перевозчиков она стоит 400 с копееками около 500 евро то есть откладываем 40 евро в месяц на страховку следующий пункт затрат это налоги конечно многие кто с украины засмеются от слова налоги но здесь я плачу все налоги я знаю что некоторые водителям уходят от налогообложения не показывают доходы я плачу все налоги и сплю спокойно первый из налогов это обратный ндс он платится 21 процент от предоставляемых услуг от компании зарегистрированных не в литве убор и болт это компании которые зарегистрированы не в литве в месяц у меня уходит 70 80 евро в зависимости от того какую кассу я делаю давайте зафиксируем 80 евро обратно ндс следующий налог это медицинская страховка она сейчас составляет 44 с копейками в общем 45 евро в месяц это медицинская страховка чтобы вас бесплатно обслуживали точнее не бесплатно а в государственных клиниках обслуживали грубо говоря за обонплату 45 евро в месяц и последние налоги это содра социальный социальный взнос и налог на прибыль они составляют по 15 процентов от от тех сумм которые я только что озвучил то есть минус 30 процентов и того при такой загруженности получается 1500 евро чистыми много это или мало это считайте сами я считаю что это нормально и так подытожим с общей кассы за 26 рабочих дней получается при идеальной работе 3120 евро в месяц после всех затрат которые ушли уже получается 1500 евро чистыми уже после налогообложения и самое главное вишенка на торте это как бонус просто за каждый рабочий день в среднем идет 3 евро чаевых бывает никогда 15 евро когда 10 евро когда 8 бывает когда одно евро ну в общем я беру к примеру минимальная 3 евро в месяц то есть это получается плюс около 80 евро идет приятный бонус а сейчас мы перейдем к реальным данным только что мы говорили о идеальных условиях работы а сейчас мы перейдем к реальным цифрам которые у меня были заработки за эту неделю но учитывайте что я эту неделю понедельник был выходной в субботу я выехал с 12 и работал до 7 сегодня я в 2 выехал вот заканчиваю сейчас работу через час с 2 до 7 и в принципе 4 дня я работал плюс-минус по 10 11 часов где-то раньше уходил ну то есть по 10 часов и вот посмотрим отличаются ли цифры цифры которые я только что озвучил от реальных цифр которая у меня получилось сделать за эту неделю яндекс 222 евро 84 евро цента общая касса за неделю за вычетом комиссии 182 евро 83 евро цента болт 412 евро 50 евро центов общая касса на руки я получаю 379 евро 68 евро центов убор общая касса получилось 36 евро на руки я получаю 29 евро 4 евро центов и так подведем итог за этой неделе у меня получилось 671 евро 34 евро центов это общая касса идеальная неделя это когда 720 евро немножечко не дотянули но учитывая что я работал гораздо меньше чем в идеальную неделю можно работать то грубо говоря те цифры которые я говорил они совпадают то есть в принципе за месяц можно на максимальных оборотах скажем не критичных сделать кассу 3200 евро в месяц если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии тот кто хочет финансово меня поддержать ну что плохого в том что я поддерживал нет этих этих людей буду рад вас видеть на бусте или патреоне по факту мы сейчас провели микро анализ рынка по такси то есть мою модель цифр можно масштабировать если есть такие люди которые с которыми интересно пообщаться по этому направлению я с радостью с ними пообщаюсь в принципе я вижу в этом бизнес модель но при входе на рынок от 20 машин всех благодарю за просмотр пишите в комментариях какие цифры получаются у вас в комментариях 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 в комментариях